Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 13 января. И вот сегодня утром я снимала видео под названием Супер ранний урожай. Какие сорта я выбираю для супер раннего урожая. И я там упомянула, что сорта можно взять любые, но лучше всего, идеально подходят толстоногие сорта, которые не вытягиваются в рассаде, которые не теряют своих таких товарных качеств. Ну короче, она остается до конца толстенькая, красивая такая, с изумрудными зелеными листьями. Таких сортов очень много. И я как-то не стала подробно рассказывать, потому что я уж каждый год про нее говорю и думаю, ну это уже лишнее, уж то, что. Ну люди знают уже и про толстоногие сорта, знают, какие из них они. Ну тут же сейчас вот к вечеру открыла комментарии, и уже появились просьбы назвать, какие именно толстоногие сорта. И за два дня до этого я и так хотела снимать видео, потому что у меня вот моя постоянная заказчица Дану Томинакова написала, попросила сделать видео о сортах толстоногих, которые не вытягиваются в рассаде с толстым стеблем именно из моего каталога. Потому что у меня многие берут семена, ну в таких больших количествах, именно для выращивания рассады. И подходят сюда как раз вот эти толстоногие сорта, которые, как я говорю, что они из-за того, что у них такие листья, у них толстый стебель, толстоватые листья, они очень долго во время торговли сохраняют свои хорошие качества. И короче, вот за эту выносливость, за эту неприхотливость их и любят все. И я, когда первые выращиваю, вот смотрите, красавцы, сейчас поднесу ближе, вот это как раз у меня лоток с посевами первыми, самыми ранними, которые нужно именно, чтобы они подольше. Посмотрите, какая красота. Растеница все толстые, у них такой стебель толстый. При любых условиях, даже при нехватке, при недостаточном количестве света, они не вытягиваются. Они вот этот толстый стебель, он сохраняется у них от самого начала до конца. Как я уже говорила, их можно передержать, можно постарше высадить. Они позволяют себя выращивать и загущенно, и длительно в рассаде. И сейчас я назову, чтобы время много у вас не отвлекать, прям открою свой каталог, который был у меня на 1 августа. И назову все-все-все-все сорта. Сразу предупрежу, что я называю эти сорта не для привлечения заказчиков. Заказы уже сейчас не принимаю. И кого интересует вас, многие в комментариях читают, как сделать заказ, как сделать заказ. Сейчас, сегодня мы заканчиваем собирать летние заказы. Остались только те, которые я не могла... У кого-то нет адреса, у кого-то нет индекса, у кого-то нет списка, вы этого уже знаете. Штук 15 у меня лежат таких конвертов, не могу дождаться ответов. По 5-6 раз уже им написала. И вот сегодня заканчиваю летние заказы и начинаю рассылку зимних. И только когда я разошлю все зимние заказы, я посмотрю, если останутся какие-то семена, то, возможно, кто-то сможет выписать. Сразу скажу, что остаются как раз вот эти толстоножки, которые наши. Демидов, Жаростойки, Петруша Огородник, Сибирская Тройка, Настенька. Ну там какие... ну всякие. Вот эти именно, которые составляют основу моей коллекции. Кто будет заказывать, захочет остатки взять. Никаких, конечно, там новинок этого года, никаких редких и экзотических томатов уже не будет. А сейчас я сделаю так. Просто открою сейчас свой каталог на 1 августа. Вы вот на это не обращайте, где много или есть. Эта информация уже не актуальна. Это было еще 1 августа, когда принимали первые заказы. Я просто читаю название сорта и говорю, толстоногий он или нет. Вот. Я сейчас даже сделаю так, чтобы много или есть не было вообще видно. Чтобы не смущало никого. А то посмотрят и опять поймут не так. Подумают, что я это выложила в каталог для приема заказов. Вот смотрите, начинаем сначала. Толстоногие. Это Демидов, Настенька, Алтайский сюрприз, Жаростойкий, Ринет, Санька нет. Потом толстоногие. Петруша, Яблоки на снегу нет. Толстоногие. Буян красный, Буян желтый, Ультраскороспелый нет. Так, Ультраскороспелый нет. Потом толстоногие. Челнок, Джина нет. Банан красный нет. Банан оранжевый нет. Перчики нет. Сибирский скороспелый, он не толстоногий. Но он все равно, он такой коренастенький. И его тоже можно использовать. Но все-таки это не тот толстоногий, который истинно толстоногий. Сибирский пируэт нет, Дамский пальчик нет, Огородный колдун нет. Дальше пошли толстоногие. Полюс, Снежная сказка, Метелица, Таймыр, Аляска. Подснежник нет. Еще ответ. Этого нам только не хватало. Подождите минутку. Алиса вмешалась без разрешения. Так. А поподробнее. Ну все, нам испортило. Короче, на чем я снялась Аляска? Подснежник нет. Роза Ветров, да. Кемеровец нет. Льдинка нет. Белый налив нет. Лиана нет. Король ранних нет. Теперь я совсем ничего не поняла. Ранний 83 нет. Колобок нет. Серебрячок нет. Взрыв нет. Ракета нет. Сибирская тройка, да. Ха, все равно не поняла. Как ее убрать-то? Я даже не знаю. Придется нам ее, наверное, потерпеть. Не знаю. А, вот она она. Так, убираем тебе. Так. Русские колокола нет. Дубок не толстоногий. Земляк не толстоногий. Тройка, да. Спиридом, да. Сахарные пальчики нет. Батяня, конечно, нет. Гигант лимонный нет. Бычье сердце нет. Король гигантов нет. Воловье сердце нет. Сердцевидный нет. Гигантелла нет. Чудо-сада нет. Буденовка нет. Короче, проще сказать, какой там из следующих. Как вы понимаете, вот эти все, которые высокорослые, крупноплодные, они не толстоногие. Они сюда не относятся. Так, тяжело. Весь в Сибири. Нет, 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 нет. Это все у нас нет. Тут, наверное, больше и нет. Сейчас я еще все-таки пройдусь. Нет. Так, это все не то. Во. Гном. Да. Рядом стоящий бутуз нет. Медовые капли нет. Голубые все нет. Голубые это совсем другое. Вот. Розовая жемчужина толстоногая. Штамбовый засолочный толстоногий. Штамбовое чудо нет. Ой, засолочное чудо нет. Потом подальше. Это все нет, 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 нет. Дюшест толстоногий. Дальше нет. Нет. Да. Клуша толстоногая. Москвич толстоногий. Ну и все, тут нам больше искать нечего. Тут пошли уже. Все. Ну и этих хватит. Вот смотрите, я начала собирать усиленно. Смотрите, какие у них ворсиночки. Какие они толстенькие, красивые. Мне так они нравятся. Когда их первыми посеиваешь, прям заряд такого этого настроения, бодрости на всю весну, на весь сезон. Они редко болеют. Они никогда, даже если немножко ты упустил с поливом, они не подвидают. У них, видите, вот видать большой запас там влажности в листьях, в стволах. И вот смотрите, когда я начала подбирать вот этих толстоногих, из-за чего я начала? Ну, конечно, из-за того, что я, ну, опять-то ушла куда-то, где вот много рассады, я показывала, где лотки сплошные рассады. Я когда начала заниматься массовым выращиванием рассады, конечно, это самый идеальный вариант. Они и не так подмерзают. Они и в рассаде красиво смотрятся, это все. И я высаживала всегда большую часть вот этих, а немножко поменьше крупноплодных. Ну, естественно, когда продаешь, ты объясняешь, что вот это вот крупные, это вот такие средние, но эти неприхотливые, и все. И в нашем сибирском регионе где-то они, может быть, и не считаются как за такие, за очень вкусные, популярные томаты. У нас в сибирском регионе вот эти томаты популярны. Популярны из-за чего? Из-за того, что они именно переносят и длительные периоды похолодания, и к засухе более-менее вот так устойчиво, что они не повидают ничего. И к болезням-то они, ну, короче, они неприхотливые. Именно для занятых огородников, для холодных регионов. И когда я начала собирать эту коллекцию, у меня было всего штук 10, наверное, первые, о которых я узнала. Это был, конечно, первопроходец. Это был Челнок, потом Челнок Буян, потом прибавился Демидов Настенька, потом пошли уже позже вот эти Клуша, Штамбовый Засолочный, Москвич. И все, каждый год один-два сорта я находила. Но я уже говорю, что, к сожалению, производитель нигде не пишет на обороте пачки, что это вот толстоногий сорт. Они никак не отличаются, не, как сказать, не маркируются, не различаются с простыми, вот с такими, с томатами, которые с тонким стебельком. И покупая семена, ну, вы никак не сможете определить. Это только, как вот раньше учили словарные слова. Только наизусть знать, какой сорт толстоногий, и специально искать, и выбирать их. Я все выбирала методом проб, ошибок, для этого высевала прям. Вот вы видели, у меня нынче много-много-много, у меня нынче опять, наверное, будет 100 новых сортов. И вот из этих 100 сортов, возможно, один или два попадется толстоногий. Иногда, когда сеешь, даже не предполагаешь, и сеешь не специально, не предполагаешь, что он толстоногий, но когда он в рассаде показывается, его сразу видно. Оп, еще один попался толстоножка, значит, ты будешь в моей коллекции. Всех толстоногих собираю. Ни один сорт толстоногий я от себя не откинула, потому что я уже знаю, что на них можно выехать. И в случае получения суперраннего урожая, и в случае такого похолодания, в случае выращивания в тоннелях, везде они будут безотказны. Вот для тех, кто интересовался, какие сорта толстоногие, я назвала. Я только специально для этого и снимала видео, чтобы огласить просто список. Потому что, к моему удивлению, действительно нашлись люди, которые даже не знали, что есть толстоногие, а есть простые томаты, вот с тонким стебельком. И, кстати, разница очень-очень большая. Я в прошлом году у меня попалась в одном лотке толстый сорт рядом и тонкий. Они как земля и небо, как штепсель с терапункой. С тонким стеблем он сразу в два раза больше за неделю делается. Тоненький, вот так вот покачивается, стоит. А этот как дубок, такой прям такой сибирячок, боровичок. Люблю эти сорта. Советую вам всем попробовать. Вырастив хоть раз. Вот такую рассаду вы влюбитесь в нее раз и навсегда. Пусть даже помидоры будут не лучшие с этой рассады, но зато с ней заниматься весной одно удовольствие. Хоть пикировать, хоть там что делать. Она такая красивая. Прям, можно сказать, для декоративных целей можно выращивать. Все, до свидания. Это вот мое семейство толстоногих томатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...